Два года в компании Алроса реализуется программа перевода транспорта на газ. Она включает несколько этапов. Главный ее смысл отказаться от завоза дорогостоящих нефтепродуктов и перейти на экологичный, дешевый и собственный энергетический ресурс. Его основной поставщик – стопроцентное дочернее общество компании. О том, каковы запасы газа в алмазной провинции, выгодно ли его добывать и о перспективах развития газовой программы мы поговорили с генеральным директором Алроса Газ Алексеем Иванищевым. Алексей Анатольевич, расскажите, что представляет из себя Алроса Газ сегодня? Наше общество обеспечивает, осуществляет полный цикл подобычи газа, его подготовки, транспортировки и поставка газа непосредственно потребителю. Мы эксплуатируем два лицензионного участка на Средне-Бутобинском нефтегазоконтенсатном месторождении – это Северный и Восточный блок 3 и Тектюйский лицензионный участок. Эксплуатационный фонд скважин на сегодня у нас 11, две из которых выведены в эксплуатации, 9 временно приостановлены, точнее, 9 находятся в эксплуатации. Суммарный объем добычи фонда скважин – 2 миллиона 200 кубометров в сутки. Подготовка газа осуществляется на временной технологической установке, производительность ее 2 миллиона. Далее газ у нас транспортируется по магистральному газопроводу, по селу Кайхал. Далее по газопроводам мы подаем газ на газораспределительные станции семи населенных пунктов. Это село Тасюрях, поселок Заря, поселок Орелах, город Мирный, поселок Светлый, поселок Маркока и поселок Айхал. Ну и далее по распределительным газопроводам через регулирующее устройство непосредственно газ подается потребителям. Пропускная способность газопровода – 1 миллиард кубов газа в год. Ваше предприятие сегодня, оно убыточно или оно приносит прибыль? С 2010 года мы стали безубыточными. Правда, бывают отклонения в сторону уменьшения по чистой прибыли. В первую очередь это связано с недобором газа потребителями. Это, в свою очередь, приурочено из-за погодных условий. То есть, бывают у нас аномальные теплые зимы, когда просто потребитель не берет газ в заявленных плановых объемах. По 2016 году, год вообще оказался удачным для нас, мы получили прибыль 70 миллионов при плане 29 миллионов рублей. Ведется ли в данное время строительство каких-то газопроводов? В октябре месяце мы получили нового потребителя в поселке Орлах. То есть, акционерная компания там построили газовую котельную взамен электрической котельной. Сегодня мы продолжаем работу и в этом году планируем завершить работы по строительству и вводу в эксплуатацию распределительного газопровода на поселок Алмазный. В планах акционерной компании также там построить газовую котельную к концу 2017 года взамен существующей нефтяной котельной, работающей на нефти. Кроме того, в этом году мы планируем осуществить строительство уличных газопроводов в 19 квартале по улице Лазолу-Мумба. Вообще по 19 кварталу надо отметить, что мы совместно с городом завершили строительство распределительных газопроводов. Начинали это строительство с 2012 года и только в прошлом году завершили. Планируем в этом году уже ввести в эксплуатацию. Строительство велось на основании консионного соглашения, где было совместное финансирование этого проекта. Основная доля финансирования легла на плечи города Мирный, в меньшей степени на наше общество за счет инвестной отбавки. В соответствии с этим консионным соглашением передается газопровод нам в эксплуатацию сроком на 49 лет. При этом собственником распределительных уличных газопроводов является город Мирный. Надо отметить, что в 19 квартале уже эксплуатируется газопровод по улице Фрунзе. Этот газопровод построило общество в 2011 году. Сегодня проводятся работы по газификации, по подключению газопроводом по улице Бабушкина, Гагарина. Проектом города были неучтены вот эти две улицы Лазолу-Мумба, в связи с чем мы приняли решение за счет собственных средств, за счет инвестной отбавки выполнить строительство этих уличных газопроводов, чтобы уже охватить в полном объеме этот жилой квартал по газификации. Каковы у вас запасы газа сегодня? Ведется ли дополнительная геологоразведка и имеются ли резервные месторождения? Суммарные объемы запасов газа, текущие суммарные объемы запасов газа по двум лицензионным участкам составляют 49,5 миллиардов кубов газа. То есть с учетом наших сегодняшних объемов добычи среднегодовых 230 миллионов этих запасов хватит на 200 с лишним лет. С учетом перспектив развития газомоторного топлива, сегодняшние добычные наши возможности и возможности в подготовке газа в принципе позволяют обеспечить эти потребности при существующих сегодняшних объемах подобычи и подготовки. То есть необходимости в дополнительных месторождениях у общества нет. Как обстоит дело с техперевооружением? Внедряется ли сегодня что-то современное и новое в газовой отрасли? При строительстве подводящего газопровода котейная поселка Орелах были приведены новые технологии в проекте. Проектом были рекомендованы использованы полиэтиленовых труб. Есть определены свои плюсы в этих новых материалах. Это, во-первых, повышенные эксплуатационные сроки этих трубопроводов, скорость монтажа, поскольку при диаметре 110 и меньше они идут в рулонах. Выше диаметра там уже идут по 11 метров трубы. Минусы в этих материалах то, что их монтаж возможен только при положительных температурах наружного воздуха, ниже плюс 10 градусов. И еще один существенный минус в том, что правила хранения требуют защиты от ультрафиолета и положительной температуры воздуха. И при сроке хранения более чем один год необходимо проводить экспертизу трубы для того, чтобы получить заключение возможности в дальнейшем применения этих труб. С апреля месяца нашими специалистами проводится эксперимент по применению солнечных батарей. То есть этот эксперимент уже дал положительный эффект. То есть общество в летний период, даже в весенний-осенний период, начиная с апреля по сентябрь, будет переходить на работу вот этих солнечных батарей. Разработана трехлетняя программа на обустройство объектов телемеханики вот этими солнечными батареями. Эта программа начнет работать с семнадцатого года. Сколько у вас потребителей и с какими предприятиями вы работаете? До шестнадцатого года, включительно шестнадцатый год, основной потребитель газа у нас была акционерной компанией, девяносто пять процентов. Четыре процента приходилось на Якутск Энерго, которые занимаются обеспечением тепла поселка Светлый и газ берется для нужд теплоснабжения. И один процент это прочие потребители, это физики, частные предприниматели и прочие. После вывода ПТВС в отдельное дочернее общество акционерной компании произошло перераспределение по потреблению газа. В планах на сегодняшний день ПТВС потребление шестьдесят три процента, акционерная компания тридцать один процент и прочие потребители пять процентов. С внедрением программы по газификации транспорта Алроса придется ли вам увеличивать добычу газа? Если считать сегодняшние наши резервы, то мы в расчетах всегда отталкиваемся от максимального потребления, суточного потребления газа в самый холодный период года. Такой период был зафиксирован в 2012 году, при температурах среднепамеринскому району ниже 50 градусов, объем потребления за сутки составил один миллион пятьсот пятьдесят кубометров газа. То есть с учетом наших добычных и возможностей по подготовке газа, это два миллиона, у нас в остатке остается четыреста пятьдесят тысяч кубов газа. Если даже брать по этому показателю, то свободных объемов у нас порядка 145 миллионов кубов газа в год. Еще несколько лет назад вы считались непрофильным предприятием и компания Алроса собиралась вас продать. Сегодня с внедрением программы газификации транспорта на вас начали смотреть по-другому. Можно ли сегодня говорить о том, что вы становитесь профильным и нужным для компании? Это решение, конечно, будет принимать наш основной акционер, акционер, акционерная компания Алроса. На мой взгляд, даже несмотря на то, что мы сегодня занимаемся эксплуатацией АГНКС по компримированию газа в целях газомоторного топлива, в любом случае, на мой взгляд, наше общество является профильным для акционерных компаний. Даже по тем объемам потребления на сегодняшний день 31% это существенные объемы потребления акционерной компании. Ну и не надо забывать, что ПТВС вырабатывающее тепло для населения Миринского района, а в Миринском районе в основном жители это работники акционерной компании. Перспективы сегодня это, конечно, сжижение газа, потому что компания все же рассматривает вопрос. При условии создания мощных двигателей для горной техники, перевод этой техники на сжиженный природный газ, то тогда у нас появляется дополнительный потребитель в лице акционерной компании. Ну и, возможно, речниками в перспективе будет рассмотрен вопрос о применении СПГ в качестве топлива. Ну, соответственно, мы смотрим с надеждой на будущее по развитию нашего общества.